так проезжаем город каламбас утра с траком запрещено машина снесла стол или врезалась в него поэтому на эстафор потух какой-то прям кладбище этих генераторов на какую дорогу не сумму везде траком запрещено траком запрещено вот еще один 43 44 там тоже было написано траком запрещено светофор сломался понаехала куча полицейских поставили стопы и контролируют светофор на улице плюс 2 такая влажность высокой холодная вам скажу вон этот машина вон она не успел вам взять машина снесла стол или врезалась в него поэтому на эстафор потух поэтому так много ментов правило 1 мент приезжает если надо даже это часто стопы и просто каждый становится как раз на стоп и едет и не нужно полицейских едем в милваки вискансен поднимаясь наверх будем грузить подъезжаю на загрузку дорога убита вся полопанная в ямах запарился сюда подъезжать все на какую дорогу не сунуть везде траком запрещено траком запрещено еле-еле нашел свой путь как добраться вот уже подъезжают компании у нас слева будет везде бетонные вот эти вот такие вот ограждения поворотах повсюду очень сложно поворачивать конкретно в том смысле что везде прицеп заезжает на бордюры везде знаки взят раком потихоньку прорвался так сказать сейчас посмотрим чем мы там грузить будем какой-то генератор высокий так народ у них здесь обед представляете с 12 до 12 30 обед то очень редко когда бывает что победа всей компании был такой вот прикол чтен загрузки вот жарю ой варю себе яички яйца яички кому как удобно здесь сколько же осталось пять минут чего рейте на смотрю груза себе заодно салатик вот такой вот сделал что сейчас буду тоже обедать почему бы и нет салат помидоры огурцы такие помидоры я беру огурцы ну а яйца домашние свои курочки несут ключевую баску тепло хорошо на улице где-то в районе нуля температура так сейчас раскидают 4 цепи груз будет такие вот видите они здесь делают кучу кучу генераторов снимать не буду потому что могут пошейдать в общем сейчас 4 цепи кину оставить генератор и вам покажу вон смотрите через все генераторы тащат мой самом верху колер потом вам немножко сниму его и серьезно лиц 75 тонн делают кучу разных генераторов и джан дири колер и катар пейлер я посмотрел походил казалось такой маленький и длиной 12 при высотой все запускаем опускаем за него так загрузили смотрите 14 два у меня высота overall легенький 27 тысяч паунтов это тонн 12 может быть color вот такой вот аппарат раз-два-три-четыре-пять-шесть ух ты 12-цилиндровый все загрузился как остановлюсь потом вам сниму внутри немножко его все нормально буду потихонечку сейчас выдвигаться напишу свою книжечку буду потихоньку выдвигаться в сторону вирджинии ну вот так вот груз выглядит дребезжит это передний номер надо там полчики снизу поставить так идем на вот рэм метр это значит на рэмпе есть метр который считывает светофор загарается зеленый устанавливать машины значит выезжаю сейчас из городка милваки пригорода и будем идти на даунтаун то есть центр милваки по девяносто четверки даунтаун включил gps на всякий пожарный чтобы я вообще по ней не езжу но чтобы более-менее было удобно вот видите красный стафор на него останавливаетесь это контролирует пробку чтобы машины сразу не вылетали кучей на при на фривей вы только становитесь он загорится зеленым видите только становился зеленый то есть таким образом машина разбиваются между ними расстояние и тогда не по привы и не влетают кучей толпой а по одной влазью платить и как бы таким образом меньше создается пробка ну по крайней мере так они думают я думаю она работает но снег тут везде снега нет видимо там в ямке тенек и там снежок тенек снежок ладно не буду отвлекаться буду ехать ребят а чикаго идем на чикаго идем на чикаго тенек Мостов, развилок разных. Полисай, полисай, полисай. Да, старинный городок, я вам скажу. Редко бываю в Милваке, за все время пару раз был. Против солнца снимать бесполезно. Но вот эта сторона приятненькая, да, так выглядит интересно. Там мост такой прикольный, высоко, сделан по-надгороду. Такие пики, посмотрите, все здания имеют очень острые крыши. Церквя, видимо, да, с крестами, значит, церквя. Это с крестами, те с крестами. Здесь кресты. Значит, это церкви. Интересно. Красивые строения. Смотрите. Друзья, тут проканулся покушать. А что это интересно? А, это вот это пластиковые панели. Что рекламку на них делают. Вроде пока держится. Хотел вам снять внутри, показать этот движочек. 12-котловый колер. Все засиликонено. Молодцы. Я вам скажу, очень качественная компания. Очень качественная. Покрасочка просто молодцы. Для какого-то обыкновенного этого генератора. Очень хорошо покрашено. Ну, я же прошелся вчера по соли, по грязи, грязи. Но я когда его грузил, у меня же прям было жалко вот эту цепь накидывать, думаю, царапать. Так все аккуратненько. Сварочные швы мне нравятся. Очень хорошие. Молодцы, ребята. Там делают качество. Реально. Хотел показать внутри, а они взяли, замуровали. Видите, поставили зиптайчик. Ну, еще посмотрю. Может быть, если мой зиптай по ширине подходит, то можешь я срежу его. Залезу, покажу. Он немножко внутри. Двигатель мне самому интересно. Тысячу. Интересно, тысячу чего. Или это номер. Самому интересно, что это за двигатель такой 12-котловый. Ну, я пойду покушаю. Я вообще в последнее время в траке кушаю, в салатике делаю, все такое. Ну, что-то кофе хочется, а кофе у меня нет в траке. Так что я пойду кофе возьму и, наверное, заодно какой-нибудь бутерброд хапану. Да и поеду себе по малеху. Мне сегодня еще так нормальненько надо проехаться, поэтому сильно отгуливать не буду. Может, с отцом встречу сейчас, если получится. Он как раз мне на встречу идет. Может, я не буду кушать. Сейчас узнаю, как далеко он. Может, мы где-то тормознем, вместе покушаем, а сейчас только кофе возьму. В общем, сейчас сделаю решение, как правильно поступить. Очередь на бензаправку в Индиане. Что-то странное. Ладно. О, тут ребята стройку устроили. Что-то тут роют, делают, гоняют. Ребята, как вам такой аппарат? Его Крис снимал. Кто знает Big Rig Videos. Это 70 какого-то года Кенвард. Но на нем стоит 6NZ двигатель 1000 лошадиных сил. Коробка стоит двумя. Чистая коробка двойная, то есть double stack, два стека. И они чисто работают все там вообще. Посмотрите это видео, я оставлю ссылку в описании. Он с флопедом шел тогда. У него тут генератор стоит. Или ипюшка, я не знаю. Походу ипю все-таки. Какой пакс огромный. Красавец вообще. Удивительная машинка. Аккуратненький такой. Да, но соль конечно убивает эти тачки. Страшно. Кондиционер на крыше. Прикиньте, у него кабина наглухо к раме прикручена. Я в шоке. Хотя бы сделали подушки сами, я не знаю. И кабина, спальник наглухо к раме прикручен. Представляете, какая там вибрация идет. Это чисто реальный 70-го года трак. 72-го или что-то такое. Но красивый. О, красавчик. Вон там еще один едет в синий и вдали. Да. Так. Встретился с папой. Вот его груз. Это паршал, а то полный. Это считается два паршал или полный и паршал, да? Как полный. Ага. Вот так вот едет домой. Вот это наш подписчик. Пообщались немножко, постояли. холодно тут снимать неохота, в общем, ребят. Ну так, разнобой разный везет. Какие-то железки, скафолды или что-то. Железяки всякие. Мы уже покушали, так что будем ехать дальше работать. Ну все, народ с папой пообщался, трогаюсь. выезжаю по разным сторонам, папа домой и это я обратно. То есть я туда, откуда в ту сторону буду ехать. Так что такие дела. Все проверил, груз нормальный, все четко. Новый Париж, New Paris. Тракстап на границе Индиана и Охай, многие знают его. Мне нравится тракстап, вечером сюда приезжаешь, во-первых, здесь мойка есть, можно помыть трак, а во-вторых, здесь много всяких оверсайзов, как бы такой перевал и шлипунт, и много красивых траков, всего такого вообще ну как в музей ходишь, что ли, можно сказать. Прикольно так. Все. Зеленый свет. О, молодец. Погнали. Так, проезжаем город Коламбас. Редко я тут попадаю, это еще днем, очень редко, в основном обхожу его по объездной, а тут проезжаю мимо сквозная транзитом. Немножко вам сниму этот город. Когда мы были маленькими, с родителями ездили в Массачусетс, бабушки в гости, я любил посмотреть в окошко машине, когда мы проезжаем этот город. В основном мы его ночью проезжали, потому что выезжали днем с дома, а до Коламбаса получается 400 миль от дома, если не ошибаюсь, что-то плюс-минус того. и как правило ехали уже поздно. Вот. И все весь горит, так красиво, знаете. А вы, малой, сидите в машине и так интересно смотреть. Подростком я был. так же Атланту тоже помню. Так красиво горит ночью. Серовато немножко сейчас все выглядит, потому что такая вот погода, зима. все деревья серые, зеленых листов нет. Так, нам надо левее, да? Нам две левых линии надо взять. Надо было мне поехать по кругу, что-то я зря поперся сюда, честно сказать. Вот. я раньше думал, что он огромный, большой, такой прям завораживающий. Но по сути ничего такого спецэффектов специфического нет. Так, нам 70-ка на восток Виллинг, город Виллинг. Тядька Виллер, из город Виллинг. Подъезжаю уже на свою разгрузку, осталось буквально 50 километров ехать, 30 миль. Огибаю сейчас в Вашингтон, Ди Си. Вашингтон, именно город, где восседает наше правительство в лице Дональда Трампа. Вот, видите, вошингтон. Сейчас немножечко тут уголочек обогну и обратно на запад. Чуть-чуть проедусь и на месте. Уже есть груз у меня на завтра в сторону Техаса и из Техаса уже есть на Авгайо. Я уже забуканный до вторника среды даже. В среду где-то, надеюсь, в Агайо буду. Сегодня у нас среда, то есть на неделю вперед я забуканный. завтра четверг, завтра я гружусь шпарю на понедельник в Техас. Я пораньше приеду, заеду к Егорычу в гости, побуду у него в гостях. Сделаю рестарт. То есть 34-часовой отдых положенный для дальнобойщиков раз в 70 часов. Ну, а потом поеду дальше уже в Техас. постепенно вам буду все снимать, показывать, так что следите за роликами, все увидите, обязательно все покажу по возможности. Вот, такие дела. Время уже 12 часов ночи уже. Надеюсь, что минут через 40 будут на месте. эти знаки пишут No Tracks. То есть на этот выход тракам запрещено. Для этого надо знать английский язык. Please move vehicle from travel lane. если произошла авария, убрать машину с двигающей полосы на обочину. Все эти знаки прописаны на английском языке. Вот те, кто спрашивает, надо ли знать английский язык. Да, английский язык знать надо хотя бы минимально, чтобы понимать по знакам. Ох ты! по знакам, что происходит, что делать, какие движения. особенно здесь на восточной части Америки очень часто запрещено траком ехать. Весы траковские прописаны. Вот опять же, видите, Exit 41 No Tracks. Траком запрещено. Если вы этот знак просмотрели, там дальше не будет знака стоять. Ну, может и будет, может и не будет. В большинство времени не будет стоять такого большого знака трак, где запрещены, знаете, нарисована фура и перечеркнута. Все можете проскочить и заехать туда и вам выпишут конкретный штраф. Вот еще раз повторяется No Tracks на этом Exit. Так что за знаками надо наблюдать и надо знать, что там пишется. Видите, написано Exit с 22 месяца 29 числа будет закрыт на Exit 41. Вот, пожалуйста, последний знак висит No Tracks. 43 выход тоже запрещено трак. Вот сюда видите, больше знаков нет. Можно прозевать и туда выехать, а там запрещено. Так. Вот еще один Exit 43 44 там тоже было написано траком запрещено. Видите, повторного знака нет. Вы должны знать, что там траком запрещено. Ну, как-то так. Везде все прописано, везде все понятно и понятно. Кто хочет видеть, все видит. Welcome to Virginia. Добро пожаловать в Virginia. Hasmat tracks right lane only. Right to lanes. То есть траки с Hasmat только по двум правым линиям должны ехать строго. Вот где я еду. Hasmat это воспоменяющиеся материалы. Видите, exit no tracks с маленькими буковками написано. И вот знак слева. Видите, commercial vehicle except bus is prohibited from left lane. То есть всем грузовым грузовой технике запрещено кроме автобусов запрещено находиться на левой линии. То есть нам фурам разрешено только на вот этих трех линиях быть. Здесь четыре линии. Три из этих линий мы можем использовать. Последнюю, самую левую нельзя. Для этого висел знак. Вы должны прочитать его, должны знать, что на нем написано. Как-то так. Видите, crash no injury. То есть если произошла авария без повреждений человека, то убрать ее с дороги. Вот тоже all users required, toll, то есть toll будет впереди. Я надеюсь, я до тола свалю, ни одна миль осталось, я на 606 фривей выходить сейчас буду. У меня просто высота 14,2 по идее там не должно быть тола, в моем случае. Вот какой-то олень выперся на дорогу и едет ниже спидлимита намного. Видите, Dallas аэропорт no toll. Спидлимит 55, до 55 еду. мне сейчас сходить надо будет на 66 дорогу. Опа, 66 что, вкладка новая? Вот смотрите, Tall All Lanes, Easy 5 require, ааа, это если для 2 человека и более, то есть если у вас в машине 2 человека и более, то вы можете использовать специальную линию, по которой будет меньше, меньше этого. Опа, нам получается налевее держаться. Что-то я туплю, я думал направо ходить. И вот Washington DC, пожалуйста. Горит Washington Boulevard, Washington South, едем пока сюда. вот прописан с 5 30 утра до 9 30 утра это линия самая левая линия где так, так, есть, а нам надо на West. К сожалению, все в тумане, вот это и есть Washington DC. Видите, я еду по этой линии, по самой левой мне ехать запрещено. Ну, лучше держаться подальше от левой линии в этих краях. сейчас ночь, никому до вас дела нет, до меня, ну, как бы, до вас тот, тот и поливали, но а днем гоняют. Какие дела. Видите, я уже на улице еду. Хорошая такая широкая улица, много сутофоров. Проверка всех машин. Я не знаю, куда это идет, то ли аэропорт, то ли еще что-то, но моя улица вот сразу направо прямо перед самым этим только чпок и я свалил. Там чекпоинт, кого-то проверяют. Куда-то заходит дорога. Ну, вот я и прибыл на свою разгрузку, друзья. здесь сказали, можно ночевать, у них тут место вау. Я звонил сегодня днем. Коммершиал лад форлис. Пожалуйста, кому надо в аренду коммерческий этот. Пробуем нашу лампу, чтобы видно было хорошо. Сейчас буду смотреть. Он сказал, дальше проедешь, там с правой стороны будет какой-то лад, где можно будет ночевать. Вот полицейский лежачий. Надо аккуратненько вычесть переехать. Ладно, друзья, не буду снимать, потому что неудобно переезжать полицейских и снимать. В общем, завтра утром сниму вам разгрузку уже все это дело. Вот она моя разгрузка. какое-то прям кладбище этих генераторов. Смотрите, сколько их тут. Кондиционеров, генераторов. Парковка проехала, я думаю, проехать дальше, глянуть, убедиться. В правильном месте я и меня. В общем, сейчас вернусь назад, запаркуюсь там вместо валов. Это вот парковка тоже. Ну, здесь заезд такой постолковый. вот сейчас по кругу здесь в конце улицы круг. Развернусь и вернусь обратно на парковку. Буду отдыхать до завтра. Доброе утро. Подъехали, разбудили, меня сказали, что подъезжай, разгрузим. Время без 15.8 утра. Обалдеть. самое четенько. Сейчас быстренько раскидаемся и сразу погоню на загрузочку. Вот, видите, где я проквался и вон их ярд. Сейчас туда подъеду, там раскидают. Смотрите, видите, они подняли одну сторону вначале, раз, блоки подложили, потом вторую сторону, а потом биллами поднимутся. Так. Мужички молодцы, раз, раз, все быстренько. А вчера звонил, тетка говорила, кран надо заказывать, там, туда-сюда. А эти мужики знают свое дело, красавцы. Бах, 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 приподняли и все. Сейчас снизу биллами подъедут, взяли и увезли. Молодцы, в общем. К сожалению, внутри не заснял вам, ребят, извиняйте, но что есть, то есть. Не стал я этого залазить, думаю, не буду я этого делать, разогнули, закрыли. Надеюсь, когда-нибудь еще такой перевезем, сниму внутри его. Тут у них куча разных техники, не техники, а разных вот таких, видите. Generic, 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 ColorCard, что хотите. Кондиционеры, юниты, в общем, занимаются, видимо, большими, здания строят огромные. И отсюда просто как склад у них тут. Чтобы не ждать постоянно, только раз, приехали, забрали, довезли и все. Сейчас поднимают вторую сторону, а потом снизу вилами раз. Ну, все, вилы раздвинулись. Сейчас возьмет и все, 5 сек. Люблю, когда слаженно работают, ребята. Очень нравится. Мужик, так как прикольный вообще, что-то на YouTube поставишь? Смотри, если деньги заработаешь, не забудь про меня. Декалист. Прикольно, ребята. Все, 5 сек. Знают свое дело. Уже вилы покрасили, видите, белым снизу это, чтобы глубже не заезжать, чтобы не царапать. Ну, нечаянно, чтобы не побить краску. Потихонечку, потихонечку. Реально профессионал. Четко работает. Никакой спешки, все аккуратненько. Молодцы. что-то не прошло. Что-то не прошло. А, сдвинуться ему надо, потому что весь вес на той стороне. Не, он просто подвинул вилы чуть глубже. Посмотрим, возьмет. подложен взять. Все, отрвал. Ай, молодец. Красавчик. Вот и все. Разгрузка произведена. Все, народ, я подписываю документы, буду выезжать на загрузочку. Уже следующее видео смотрите. Военщина. Давненько не было ее. Так что, всем удачки, всем всего хорошего. Спасибо за просмотры, за оценки. Благодарность вам. Бах, и все. Идите. Ребята реально знают свою работу. Очень приятно с такими работать. Молодец. Сейчас опустит его пониже и попрет. Тихонечко, аккуратненько. Очень, очень правильно работает. потому что, этот генератор, я думаю, стоит немалые деньги. Штук сто больше. Ну вот, благополучно, довез его до места, где он будет стоять. Еще, ребятки, привезли маленький, какой-то, видите. там еще стоят. Хороший такой складик. Не на один миллион долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова